Берлинские окна Поэт, автор, социальный активист, журналист, журналист немецкой волны. Добро пожаловать, Александр Дельфинов. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр, сразу вопрос не в бровь, а в глаз. Меня всегда интересовало это. В чем смысл псевдонимов? Ведь Дельфинов это не ваша естественная фамилия. Вы наверняка какой-нибудь Рабинович или Корнейчук. Нет, Гринберг. Я мог бы быть Гринбергом. Мой дедушка, которого звали Савелий Соломонович Гринберг, родился в Екатеринослав, сейчас Днепр. Потом жил в Симферополе, в Крыму. Поэтому наш Крым в каком-то смысле. Оттуда он через Москву путем сложных перемещений попал в конце концов в Израиль уже в 1973 году и похоронен в Иерусалиме. Но так получилось, что в силу определенных политических обстоятельств Советского Союза мой отец поменял фамилию. И он взял фамилию матери Смирнов. Поэтому по паспорту я Смирнов. По историческому, по корням, по историческому происхождению моя фамилия могла бы быть Гринберг. И это был мой дед. Он поэт был, кстати. Поэт-переводчик. А Дельфином меня прозвали в юности. И это имя стало моим творческим псевдонимом. Псевдонимом. А зачем? Просто имя Дельфин приклеилось ко мне. Я с ним себя ассоциирую. Тому есть, ну скажем, даже мистические причины. У меня была однажды в 2000 году таинственная встреча с Дельфином в Черном море. Сейчас долго про это рассказывать. Но я обменялся телепатическими сигналами с настоящим Дельфином. И с тех пор у меня нет сомнений, что я и мой тотем связаны. Интересно. Ну, вообще-то вы человек, который работает... Скажем так, вот там, где встречаются искусство, политика, поэзия, язык, активизм. В одном интервью, когда вы принимали участие, по-моему, в 2012 году в протестах в Москве. И вы сказали, что от этих протестов на вас исходит не только политическое какое-то вот такое... Что-то вас притяжение притягивает к ним, но и поэтическое притяжение протестов. Что вы имели в виду? Есть какая-то эстетика, которая вас завораживает всего, что является протестным? Я думаю, что здесь протест – это лишь одна из форм живой политической жизни, которая может проявляться в реальности по-разному. Я не могу сказать, что меня притягивает эстетика, я всегда буду против. То есть это такая парадоксальная эстетика, потому что тогда ты в любой ситуации должен занимать противоположную позицию. А если ситуация развернется зеркально, то ты окажешься в опасном положении. Но меня не интересует протест ради протеста. Критика, социальная критика или критика общественного устройства или критика политической системы – это часть того, чем должен заниматься литератор, часть того, чем должен заниматься художник, в принципе. Это не обязательно он должен этим заниматься, но это то, чем мы заниматься можем. Если нам это нравится, если мы к этому чувствуем влечение, то это прекрасно. Но я думаю, что политическая жизнь живая привлекает любого живого поэта, живого художника, артиста. Как раз тогда, в 2011-2012 годах, когда я много бывал в России, там началось движение. Здесь, я думаю, ключевое слово – движение. Нас привлекает движение. А когда все замирает, подмораживается и тухнет, то тогда мы перемещаемся в другое место. Движение же не обязательно должно быть связано с политикой, движение может быть какое-то человеческое. И все-таки для вас именно политический какой-то надлом вашего творчества наиболее интересен. Я политизированная личность, меня интересует эта стихия. Я, скажем, не участвую в политике как агент, иностранный агент. Я, вообще, если говорить о моей, что ли, в этом смысле такой ориентации или базе, то я стараюсь занимать принципиально правозащитную позицию. То есть, вне партий, вне вот этих политических конкретных каких-то обстоятельств, за которыми я слежу. Потому что правозащитная позиция опирается на определенные конвенции, на определенные договоренности в обществе, в том числе договоренности между государством и обществом. И правозащитник всегда оказывается в критической позиции, но это не значит, что он занимает какую-то политическую позицию конкретную. То есть, мы здесь в этом смысле, я участвую в жизни скорее как гражданский активист, не как политик. Но без политики же невозможно. Ну, а что значит, вы участвуете в жизни как гражданский политик? Конкретно. Ведь вы работаете на Deutsche Welle, на немецкой волне. Это одна ваша жизнь, скажем так, ваша плоскость творчества. Другая это ваша поэзия. А где здесь еще место для политических... Ну, во-первых, например, я живу в Берлине уже 17 лет. В Берлине мы организовали с друзьями и коллегами место, которое называется Панда-театр, в котором проходят разные встречи, в том числе, ну, скажем, такие дискуссии политические, общественные. И это место, которое мы до сих пор поддерживаем. И для меня это вот форма, одна из форм приложения своих каких-то идей и проектов. Там я провожу поэтические слэмы, например, то, что мы начали в Германии еще в 2005 году делать на русском языке. И это место, где также проходит, удается организовывать порой какие-то встречи людей, которые занимаются чем-то в России или в Украине, или в других местах. Да, и на этом стыке возникает некая интересная активность. Кроме того, я уже больше 20 лет, ну, вернее, чуть меньше 20 лет, почти 20 лет, связан в России, и не только в России, а во всем бывшем Советском Союзе, с людьми, которые занимаются защитой прав в области, ну, скажем так, то, что связано с ВИЧ, то, что связано с наркопотреблением, наркопотребителями. Это серьезная большая тема, вот, и я являюсь, ну, таким одним из активистов, который уже давно в этой области работает, и мы периодически встречаемся все в разных странах. Это в каком-то смысле тоже такая международная активность, потому что там и вопросы профилактики ВИЧ, и вопросы наркополитики, и вопросы правозащиты, они не для какой-то одной страны проблемные или уникальные. Во многих странах есть, что по этому поводу сделать и что по этому поводу рассказать. Ну, Германия является одной из ведущих стран, где эта тема, в принципе, во-первых, не табуизирована, во всяком случае, в сравнении с нашей страной исхода, скажем так. Ну, а во-вторых, действительно, эта тема на политическом уровне. Есть политика по работе именно с ВИЧ-инфекцией, с наркозависимостью и так далее. Чем вы можете помочь отсюда людям там, в России? Это вообще возможно что-то сделать? Или это в основном вопрос об информации, информировании? На этот вопрос трудно ответить, потому что это очень многоуровневая, скажем, история, в которую я вовлечен. Вот, допустим, сейчас в Германии, в Берлине, ну, как сейчас, вот этим летом, возникла впервые так называемая группа самопомощи. Это группа самопомощи наркопотребителей, которые говорят на русском языке, то есть русскоязычных, из бывшего СССР. Это делается на основе или при помощи, при поддержке организации, которая называется Berliner Aids Hilfe, то есть это берлинское отделение помощи в области ВИЧ, ну, скорее ВИЧ-инфицированных или в области профилактики ВИЧ. Эта организация поддерживает группу самопомощи, группа самопомощи, в которой мои коллеги работают. Вот, например, я принимал участие в начале в этой активности, сейчас мы продолжаем коммуницировать, общаться, что-то делать. Это одно из направлений, потому что это серьезная проблема, здесь очень много русскоязычных, различных, из разных стран людей, и это одна из самых проблемных групп в немецком обществе связанных, вот в том, что касается наркопотребления и проблемы ВИЧ, гепатита и других заболеваний, таких как туберкулез, например. А с другой стороны, есть целый ряд людей, там, моих коллег в Москве, в Украине, в Литве, и поскольку, ну, это, как сказать, иногда мне приходится брать какое-то интервью, делать какой-то материал для кого-то. Вот, иногда я просто встречаю каких-то людей, вожу их по каким-то местам, показываю что-то. Раньше в России, когда можно было все беспроблемно делать, мы делали, и в первую очередь я этим занимался, такие просвещенческие акции, то есть, скажем, лекции на эту тему, или дискуссии о наркополитике. Ну, это все очень сильно проезжали. Это вообще невозможно. Почему? Последние мероприятия, которые мы пытались, которые я организовал, уже я там давно не бываю, вот на рубеже 2013-2014 года, просто, ну, заранее договоренности о каких-то такого рода мероприятиях, они отменялись. То есть, там, залы, где должно было это пройти, вдруг за день до этого там прорвало батарею, что-то такое. Потом приходили на наши вот организованные вот эти вот мероприятия, приходили какие-то люди с такими мрачными рожами, снимали нас на видеокамеру. То есть, как бы так стало сжиматься все это, да, так дышать все было все труднее, поэтому вот как-то... А с чем связано, что вот это вот зажатие, да, вот этот зажим пространства именно происходит вот по таким темам, которые задевают какое-то вот экстремальное состояние личности, экстремальные биографии, радикальное искусство, опять же, да? Что связывает все эти темы, вот сейчас в России, например, да, или среди популистов, это же не только в России, если мы посмотрим на альтернативу для Германии, у них тоже проблема с наркотиками, проблема с ВИЧ-инфекцией, проблема с экстремальным искусством и протестом. Это все как бы складывается в одну вот такую кучу, да, и против него нагнетаются страсти. Почему это? Что такое? Хороший вопрос. Я думаю, что здесь работает очень важный такой бессознательный глубинный социальный механизм, который заставляет выделить некое меньшинство, некую группу людей в обществе, которых мы можем маркировать как другие, чужие. Например, в России, если говорить о России, где власть и режим сейчас занимаются мобилизацией большинства для того, чтобы создать постоянную такую поддержку для себя, да, чтобы гарантировать, собственно, свою стабильность. Один из самых проверенных, что называется, столетиями способов мобилизации агрессивного, как это сказать, агрессивно говорящего большинства, значит, это выделить какое-то меньшинство и перевести на него стрелки. Вот мы говорим, а вот, знаете, это наркоманы, они плохие, и уже нам легче, мы уже хорошие становимся, и также мы можем выделить, а вот это какие-то там, я не знаю, кто они там, геи, они плохие. И так без конца можно дробить, выделять маленькую группу, какое-то меньшинство, а в идеале потом его, может быть, подвергнута репрессии в худшем виде, в худшем случае. И тогда за счет этого мобилизуется общество такое. И чувствует себя лучше. Да, и чувствует себя лучше. А этот механизм описан, кстати, очень хорошо в книгах французского исследователя Рене Жерара. Вот. И в этом смысле, я думаю, что механизм популистского политического мышления, он схож. Популизм апеллирует к некоему большинству. Инстинктам большинства. Да, да, да. Ну, вот мы поговорили, почему, так сказать, большинство не хочет, да, большинство торгать. А почему вы вот лично, ведь вы постоянно ходите по вот этой вот лезвию этой бритвы, да, вы занимаетесь темами, которые, ну, в принципе, радикальны. Они экзотичны, они радикальны. Или это наркозависимость, или это ВИЧ-инфекция, или это радикальное искусство, о котором вы тоже часто пишете. И, в принципе, которым, ну, я бы не сказал, что ваши стихи, ваша поэзия радикальна, она просто хорошая поэзия по форме своей, не радикальная. Но, тем не менее, есть такое. О, есть и есть такое, да. А что вас привело к этой радикальности лично? Ну, во-первых, тут есть, тут надо сделать какое-то различие, наверное, потому что радикальность, какой-то там эстетическая радикальность, это или некие авангардные формы, авангардные или какие-то современные формы, актуальные формы искусства, это одно. Это просто интересно, это просто то, что что-то живое, что движется и может удивлять. А вот эти темы, острые темы, о которых мы говорим, если мы говорим о социальной работе, я думаю, что это связано с тем, что с моим происхождением, потому что я сам принадлежу к выизъем группам, я сам, ну, скажем, имел проблемы с зависимостью, я имел проблемы, я оказывался, потом, само поколение наше, это вот люди, которые, там, скажем, стали совершеннолетними на самом конце советского строя. Это уже экстрем был. Да, это уже, просто наш вот этот момент, он многих из нас просто вбросил в такую ситуацию, причем без, мы оказались там, не осознавая, где мы оказались, да. Это для многих моих, ведь очень многие погибли из-за этого, да. То есть, например, наркотики или, скажем так, психоактивные вещества не такие, могут быть не такими опасными, если знать заранее их опасность. Почему я настаиваю, почему я вот так давно уже участвую в программах, вот работаю, поддерживая программы снижения вреда, программы просвещения. Потому что и так, именно так устроена система в Европе, и к этому, и в Канаде, и в других странах, ну скажем, просвещенного Запада. Потому что это оказывается более эффективным с точки зрения общественного блага, более эффективным с точки зрения сохранения здоровья, более эффективным с точки зрения того, чтобы люди не умирали. Ну, если мы вернемся, так сказать, вот к искусству, да, как часть радикальности, ну тут можно много примеров привести, где, например, в России, ну есть такое проблематичное отношение к этому. Это и группа «Война», и «Пусть и Райт». Я просто, я видел вора Воротникова из группы «Война» несколько дней назад на станции «Ост-Кройц». В Берлине. В Берлине, да. Я вышел из поезда, переделал пересадку, вдруг смотрю, какой-то идет знакомый человек навстречу, и с ребенком, такой странный, такой в каких-то типа шортах так идет. И вот я не помню, что, сейчас уже точно не помню, но ребенок спросил что-то вроде того, папа, типа, зачем мы здесь? И он отвечает в ответ, просто погулять вышли. Ага, да, и Павленский тоже, то есть там есть... Павленский не был на «Ост-Кройце». Он не был на «Ост-Кройце», он во Франции, как я понимаю. Да, он в Париже, да. У меня такой вопрос, ведь есть определенное непонимание между этими большинствами, о которых мы говорим, и этим видом искусства. Есть еще и непонимание между большинством и меньшинствами, то есть еще и непонимание между меньшинствами друг с другом. Если мы говорим, что есть непонимание между системой, скажем, и эстеблишментом, и радикальным акционизмом, радикальными художниками, то и надо учесть, что между ними самими тоже совершенно необязательно творить единодушие. Да, ну это как пить дать. Раскол в группе война, и там просто битвы были похлеще, чем с мусорами на площади. Да, но это мы все знаем, даже по леворадикальным движениям, они все друг друга больше ненавидят, чем правые. И правые радикальные тоже. Но если мы вернемся все-таки именно к искусству, к культуре этой радикальной, не кажется ли вам, что есть в этом что-то элитное, что-то абсолютно непонимаемое большинством, но и непонимающее большинство? Нет ли у того же Павленского, у этих групп, ну определенная, ну я бы не сказал гордыня, ну как-то свысока, чтобы быть радикальным в искусстве, нужно свысока смотреть на мейнстрим. Такое может быть, я думаю, ну еще, мне почему сразу Лорд Байрон вспоминается, значит, который, как известно, участвовал в войнах в свое время и был романтиком, и вот откуда-то с каких-то скал ледяных, значит, наблюдал за народами, которые внизу проходят. Да, может быть, что-то такое может быть, но это совершенно необязательно, потому что у всех людей, кто приходит к радикальному высказыванию в искусстве, свой путь. Кто-то стоит на оппозициях абсолютного ненасилия в реальной жизни, но при этом может применять какие-то агрессивные практики в искусстве, а кто-то может и в жизни, ну скажем, быть более радикальным, да? Тот же Павленский, между прочим, вот этот, кстати, очень интересный момент, потому что он, когда он получил премию Гавела, если вы помните, был такой момент, что там его лишили премии, был скандал, там был спор. Он, когда объявили о том, что он получит премию Гавела, он сказал, что он деньги эти передаст на адвокатов для так называемых приморских партизан. Вот это и была причина, по которой премия Гавела, значит, оказалась в сложном положении, потому что по уставу этой премии, она должна быть использована, эти деньги, только для ненасильственных акций. И ее получил Павленский за ненасильственные формы протеста. Однако оказалось, что Павленский совершенно по-другому понимает, в том числе и свой протест, и свои формы его, судя по всему. И он вот к этим, значит, ребятам апеллировал как к некой правильной форме протеста. А это вообще-то были такие, довольно сложная группа такая, скорее правоориентированная. И это было, например, стало проблемой. И я даже не знаю, как бы решали пацифисты Гавеловские по-другому, как они могли ее решить. Вообще-то это логично, что они сказали, мы не даем тогда эту премию. В этом есть логика. Так что здесь каждый случай нужно... В наркополитике это называется дифференцированный подход. И мы должны каждый отдельный случай рассматривать. Нельзя сказать, вот они радикальные художники, они единым фронтом выступают за что? За что? Каждый выступает за что-то свое, а некоторые вообще не за что. Ну, радикальность это, в общем-то, только форма, да? А вот что внутри этой формы спрятано, да? Это всегда по-разному. Да, радикальная форма может применяться для самых разных целей. Для того, чтобы заработать денег. Вообще может применяться. Ну вот, я хотел показать зрителям и, так сказать, сам посмотреть на вашу книгу. Да, это вот последнее ваше издание, как я понимаю. Да, эта книга как раз выпущена под эгидой Панда-театра. Да, но не особо радикально она выглядит. Ну, книга это книга. Для кого-то достаточно радикально, потому что здесь сидит Зигмунд Фройд, Иисус Христос. А вот справа вообще-то сидит Сатана, но интересно, что... Вот вы знаете, я когда показываю эту книгу, заметил такую странную вещь. Я показываю эту книгу, и люди смотрят и говорят, так, ну это понятно, это Иисус, ну это там Фрейд. А это кто? И никто не узнает вот этого персонажа справа. Никто, как бы вот не хочется его людям узнавать. И кто же это? Вообще-то это Сатана, я же уже сказал. А, ну да. Это он, черт с рогами. Ну да. Но его никто не хочет узнать. Никто. Кто это такой спрашивает? Кто это? Один раз спросили, это что, Иосиф Бродский? Иосиф Бродский, почему же он такой красный? Ну, видимо, много пил. В этой книге очень много интересных у вас стихотворений, прекрасных стихотворений. Ну, это интересно. Да, да, очень много прекрасных, правильно? Ну, мы делаем небольшую рекламу, правильно? Особенно вот о Берлине мне понравилось ваше стихотворение. Берлин похож на старый санаторий, где капитально сделали ремонт. И так далее, и так далее. О город отдыха, ни денег, ни работы. Вот Берлин, это тоже такой город экстрем? Экстрима? Экстремальный город, радикальный город? Слово экстрим, я думаю, сюда не очень подходит. Но определенная необычность в Берлине есть. Я думаю, что Берлин можно описать в урбанистических терминах как такого своего рода аномалию урбанистическую. Потому что в силу своей истории, в силу разделения послевоенного на две части, в силу того, что город представлял собой две системы, которые соперничали, а потом было объединение. Еще некоторых вот таких деталей, о которых долго сейчас рассказывать. Получилось, что в Берлине как бы противоречивые сошлись линии. Для любого другого города это невозможно. А здесь это получилось. В частности, с одной стороны, Берлин представляет собой так называемый убывающий город. Это постиндустриальное понятие города, из которого ушла индустрия, уезжают жители, там нет работы, потому что закрылись заводы. Уезжают жители, как трудно сказать. Из восточного Берлина уезжали жители, когда ГДР закончилось. И фабрики все ГДРские закрылись. Это как раз пример типичного убывающего города. С другой стороны, западная часть имела там накачку финансовую в то время. И это тоже сейчас исчезло. Но за счет того, что это столица, у которой есть федеральный бюджет, здесь не происходит падения. Хотя город в минусе экономически, у него большие долги. Но он продолжает жить, деньги есть. Мы наблюдаем, в результате возникла такая зона, зона чудес. Она возникла сразу, как только пала стена и объединился Берлин. До сих пор этот эффект действует. Сейчас он притягивает сюда молодых активных людей со всего мира. Не только художников, не только каких-то там поэтов. Но это и люди, которые занимаются современными технологиями. Да, да, да. Это и люди, которые... А вы зачем? Вот вы в Германии могли бы себе представить жить где-либо, кроме Берлина? Я знаю, вы в Кёльне жили. Ну, я и сейчас в Кёльне бываю очень часто. Но без Берлина. Для меня Берлин это совершенно другая причина, почему я здесь. Я не мог бы быть нигде, кроме... Я вообще должен был здесь родиться. Да, мой папа служил в армии, прослушивал западную разведку по радио. Мама не хотела рожать меня в военной больнице. Ей не нравился доктор с золотыми зубами. Она поехала в Москву. Но первые пять лет своей пренатальной жизни до рождения я уже прожил в Берлине. То, что я сюда вернулся, это абсолютно логика, волшебная логика. Это то, что вы назвали где-то роковой цепочкой событий? Вы сказали, что вы вернулись в Германию по... Вот это я не помню, неужели я такое сказал? Да, вы сказали, в 2000, вот вы говорили об этом. Бабахнул я такое. Ага. Ну, похоже. Это судьба? Да, это точно так. Умирать будем здесь? Ну, мы, во-первых, совершенно не можем ничего по этому поводу сказать. Поэтому бессмысленно говорить вообще. А может, мы будем жить вечно. Очень большая вероятность, что еще при нашей жизни технологии достигнут такого развития, что можно будет сознание человека переносить на внешний носитель. И при помощи биотехнологии менять руки, части, органы. Так что я знаю как минимум двух людей, которые всерьез намерены дожить до этого и продлить свою жизнь до очень большого срока. Так что посмотрим. Вам бы хотелось? Не, мне все равно абсолютно. Я наблюдаю нейтрально за такого рода вещами. С большим интересом. Ну, и мы желаем вам, чтобы вы в любой форме, какой бы ни было, на каком бы носителе ни было, продолжали писать замечательные стихотворения, которые нас очень радуют, веселят. И иногда делают нас, заставляют задуматься над важными вещами. Жаль, что надо чаще, чаще. Да. Буду работать. И очень надеюсь, тем более, раз вы живете в Берлине, мы увидим вас еще раз в нашей студии. И в дальнейшем будем встречаться здесь или в других. Заходите в Панду. Спасибо большое. Кстати, и нашим телезрителям тоже приглашение. Вот от хозяина, от одного из хозяев театра Панды, в культур Брауэрай в Прент-Слауберге. Действительно замечательное учреждение, куда хочется постоянно возвращаться. Приедем. Всего самого хорошего. До свидания. И вам, уважаемые телезрители, желаю хорошей недели. Смотрите нас по интернету. rtvd.de Ну или на других гаджетах, которые у вас есть. Теперь принято так говорить. Или по телевизору на следующей неделе. Не скучайте. Всего самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова